В 1886 году продукция мануфактуры Баранова на выставке в Лондоне, Вене и Париже удостоилась специальной награды персидского шаха. А ткань «Смородиновый лист» на Всемирной выставке в Париже в 1889 году была удостоена высшей награды Гран-при за изящество рисунка. Неповторимые узоры русских умельцев гремели на весь мир. Первоначальные образцы ткани, они все были привозены, их привозили из Франции, и авторами их были французские художники. А потом Барановы у себя на производстве организовали собственную творческую мастерскую. Они очень активно подбирали туда талантливых людей, талантливых художников, и они там работали. Но в основном они были выходцами из крестьянской или мещанской среды, то есть у многих имена, к сожалению, неизвестны. Барановские платки встречались повсеместно, особенно в Архангельской, Рязанской, Нижегородской и Курской областях. Но теперь о них мало что известно. Это история, которая хранится разве что в музее. В 90-е годы 20 века производства обанкротились и перестали существовать. Но живы краски, что не выцвели, не потускнели и через век. И сегодня вдохновляют многих художников. Благодаря усилиям вашего земляка, художника Владимира Сточкевича, он родился и вырос в Рязани, сейчас он живет в Москве, он очень увлекается историей барановских ситцев. И вот эти вещи, разрисованные по мотивам барановских ситцев, стали таким арт-объектом и очень ярким, красивым дополнением нашей выставки. На этой выставке образцы тканей, эскизы рисунков, костюмы, которые носили женщины в разных губерниях и предметы быта тех лет. Загляните и вы за порцией вдохновения, прикоснитесь к исконно русской моде, которая чуть больше века назад гремела на весь мир.